По сути, два пика. Ты наверняка уже в голове после первого сформировал и все знаешь, но он берет первую VR-ку и 30 секунд еще ждет, которые тебе даются дополнительно. На протяжении всего турнира есть веские поводы предполагать, что финал закончится очень быстро, кто бы туда не пробрался. Потому что раскатали они вчера штормов буквально две, там, ну, одна 15 минут, вторая, там, буквально за 20 минут уже было все понятно, что там поражение, скорее всего, просто, ну, выгодили, что старались как-то, да, камбэк. Играли, вот, но было уже ясно, что, скорее всего, они выиграть не смогут. Так, и, наконец-то, у нас будет ферсблак. Пайлайдайд должен умереть сейчас, жмет стики, кидает яд и ферсблак достается с Мейкингом. Четвертый уровень, получает дополнительные денежки, а Тиранбейт пока бегает вот по карте, собирает баунти-руны. У него огромная пачка крипов под вышкой умирает, но он уже слишком далеко находится Арквардену, тяжело будет попасть. В лес действительно может свернуть Энви, но для этого ему нужно иллюзии максить. Если он хочет эффективно фармить лес, с ним метаморфоза и иллюзии. На Вендране поймали Диджа и убили его. Он какой-то дэмэдж пытается выдать перед смертью, еще и фракт фармит. И стаки также в правой стороне карты есть. Славный свежист бежит контролить руну. Вот это такая стандартная ошибка или, я не знаю, наглость, которая позволяет себе порой саппорты. Но если у свежиста он прокачан, он недостаточно хорошо, только в двойку. Почти выжил, но чуть-чуть не считается, как говорится. Шеду демона тоже забрали, шеду демона. Применение этому скану могу придумать, когда ты против какого-нибудь гирокоптера играешь. Вот раньше гирокоптер, помнишь, как играли? Они достигали там седьмого уровня, фейзы аквилы, нажимают смоук, телепортируются и бегут куда-то типа ганкой. И когда ты хочешь это прочитать, можно скан использовать. Сейчас же такого не происходит, гирокоптер вообще не в мете. И поэтому этот скан можно использовать там на десятой, на пятнадцатой минуте для того, чтобы просто просканить хайграунд. И понять, там есть кто-то вообще контролит этот урон или нет. Энви специально, видимо, выходил на лоу хэпэн, поражал Сандер, но теперь уже никак не спастись. Джеки Мао идет, Евар, его спрятали. Без рапшен Шадоу Демон, продолжает иллюзиями разбивать, также подходит Аббет. Диджей под флаксом, замедлен, получает урон, но выживает диджей. Ну хорошо, кстати, поменялись, фнатики отдали своего кэрри, но взамен забрали жирного, очень саппорта, у которого высокий уровень. И при этом еще Драгонайт тоже забрали, у которого топ-2 на флаксе забрали, не слышит. Да, заберут здесь, летит стан от Юниверса, павершот от Виндрейнджера, пытается где-то косу свою реализовать. Ну, не мобильный персонаж, что поделать. Он не может так быстро перемещаться по карте, как тот же Титан или ВР, которые быстрыми героями являются. Аббет. Держится пока в центре, тут и Шадоу Демон есть на помощь, если что. Хорошо, сейвит Майлайдай и от Спаркрейса, и от... Ой, сейчас Томпа может убить, если нет рефракшена, нет рефракшен все-таки появляется. У Томпларки должен быть стан, и все-таки за Дайвель, за Аббетом уберет. Брэсфайр, конечно, засейвил тогда. Шадоу Демон, ну и от Спарка, но... Спарка Макрой, как сколько ВГ персонажей? Энве. Он погибнет, у него мини. Похоже, да, у него нет Сандра, у него нет вообще ничего, там стиков каких-то возможностей. Установить здоровье и... Пайлайд, да, я забираю так же, потому что Проспайт был использован, и много... Ну нет, не деться, да, вот ВГДжей начинают реализовывать преимущества своих персонажей. Резолюшн дает замедление по Диджи, летит два духа, Диджи пытается уйти и должен выжить. Да, выживает. Четко. В Тинне что-то есть, у Томпларки что-то есть, но разница между нетворцами команд просто поражает. Шеклшот не попадает, Диджи получает скиллов, стомп, станк, пресс-файр и все, их досвидули. Да, Виндран поражат, но Флаксон обставляется ловушками для Вижена, чтобы понять, если вдруг на него будут выходить. Два скана была использована, попался Ромка, должен быть Шекл, и отсюда его никуда не выпустят. Хороший Шедлблейд у Тинни, Шедлблейд хороший артефакт для Скидпуша, чтобы убивать одиночные целины. Если ВГД и Шторм пойдут к пятерому, Абада пытаются забрать, здесь Пайлайдай, Пайлайдай готовится использовать Дизрапшн, летит трещина. Пошли скинуть по Снейкингу, Снейкинг не может нажать Гост Шараут, потому что на нем висит Пурдж, он кидает свой тиммейк, убивает Темпларку, но и сам умирает тоже. А вот Пайлайдай, Демоник Пурдж сработал, Резолюшн приходит сюда своей копией. Если чем сбить Челепорт, да, есть Явар со своим Драгонтейлом. Выжимают максимум, знаете, с такой ситуации, в которую они попали, в такие интересные позиции занимают, размениваются. Да, они меняют двух коров на одного и саппорта, но учитывая то, насколько они слабее в данный момент, они больше просто не могут получить. Сейчас, может быть, еще и Диджи попытается СВГ убить, но тут уже... Диджи сам погибнет, хотя убил, убил СВГ от Пайлайдай. Да, Пайлайдай, там ведь лучше Яшу купить, быстрее с Яшей будешь фармить, наверное. Ну да, но и Драгонлендс тоже был бы некий. Ну Драгонлендс, да, это и статы, и скорость фарма, и флотность. Напали на Юниверс, Юниверс второй уже ультимейт, его не так-то просто загизейвились. Под Сент Ревардом был Юниверс, но идет Снейкинг, там Спарк Рейс не сработал пока что, но есть флакс от Арквардена, с копией пробивает Резолюшн, и задизейвлили все-таки. А что вообще забил? Этот блинг будет хорошим приобретением в итоге. Демоник Порш на Снейкинга, Юниверс заходит, дает удар, Эноланд Штос, и Снейкинг погибает. Да, что дует? Да, let's do it. Некрофос победил на том противостоянии. Байтит Пайлайдай, он так нагло играет, дает стилы во вражеском лесу, байтит на себе героя, он вообще довольно много времени выигрывает. Террорблэйт все это время фармит. Чининг даже не начинают, а продолжают. И на протяжении 20 минут стараются фармить. И на вардах, которые поставили в Эдгейл Шторм, а в центре на линии... Ну там в боте напали на Аркварда, на Убире. Опять личная работа от Пайлайдай, МСС коспит свой тиммейт, убить Пайлайдай он все сможет. И еще бы Абеда поймать, было бы прям совсем классно. Диджей тут дракон, дракон приходит, дает станды, свои скиллы, МСС получает твичку, но как-то ему прям совсем не больно. Юниверс залетает на МСС, убивает его из ВИДжи, пытается уйти, но вроде бы получается это сделать, под капу, разлом и погибает в этой идее. Не удается Снэйкингу. Вот он видит пачку, где-то по варшотам ее забрал, уже заработал. Да, вообще у него подозрительно много фарма для четвертой позиции на 24-й минуте. Нападает на Resolution, Resolution, нечем его засейвить. Здесь снова умирает Рома, сюда массовые телепорты от команды ВИДжи Шторм, приходит Снэйкингу, Снэйкинга из ДД, но нет ультимейта, Юниверса должны забрать, но надо гнаться с другими героями. Юниверс уже умер, надо посмотреть, что будет с Шеду Демоном. Ну, у него, блин, был в кулдауне, видимо, да, он его уже потратил, и Демона догнать не получилось. Ну, вот все вот эти драки, все эти фраги, которые делают Фнатик, они нужны только для одного, чтобы создать пространство Энви. И Фнатик твои цели достигает, я думаю, прекрасно сейчас ВИДжи Шторм начинает ощущать как с каждой секунды, и это барканное действие, если честно. Ну, нужно что-то делать. Ты видишь, Энви 785 урона нанес. Он вообще не делается. Когда он вышел, дал Сандер Цэмпу и погиб, больше ничего не было от Энви. Ни каких контактов. Да, просто фулл ПК на карте Энви. Да, Джеки Мау. Да, вообще никак не пытается сражаться. Неужели Фнатик этого Рошана? А Юниверс может залезеть? Надо тут, тут надо, ну, как-то навязать бой. Может быть, Рошана этого отдать, но бой надо навязать, потому что Энви с боти уже ломает. Врывается Юниверс, Радиан сбирает Рошана, а тут Денает Аегис, бот, она его даже не берет. Юниверс погибает очень быстро, но там начинает падать Т-3 вышка в боте. И в Эггей Шторм нужно отсюда как-то ретироваться, потому что сейчас они рискуют Бараки. Да боже ж ты мой, ты посмотри, как играют в Атик. Потрясающее макро-действие. А Абадзе Денайл кажется вообще иллюзиями Аегис. Он не был... Просто невозможно. Ну, а Энви что, сломал Бараки и Рад, причем сломал он милишный Барак, он, в принципе, под метаморфозой с иллюзиями мог себе это позволить делать. И рейнджовый упадет, линия будет еще сильнее пушиться. Ну, круто все, очень круто. Макро от Тнатик потрясающе. Диджея пытаются взять, но опасно. Тут есть рядом Пайлайда, есть рядом Аббит, который может ответить. Там бежит Явар, нападает на Диджея, и убивает все-таки Виндрейнджер. Явар не постеснялся. Дальше продолжит напасть. Пытался баунтусик забрать. Тут не это сделать. Топ телепортируется. Некрокус пытается замкнуть Камкан здесь, вот и же что, но, по-моему... Они под Вардом были. Они были под Вардом, и Явара начинает уже расстреливать. Энви Пайлайдай прячет себя в Дизрапшн. Переживает порцию урона, его после этого добивает Явар. Энви дерется с Драгонайтом, проживает Сандер. Энви убивает его нос на хинг. Крывает Энви косой. Дальше погибает SVG, остался Аббет, Диджей и... Сначала взял Блинк, потом берет ШБ, потом БКБ, молд с молниями, фармить намного проще. Да и иллюзий тоже выбивать линии. Чистый тип Юниверска, который срывает. Универска есть в Линк, он цепляет здесь Титана. Через дабл-дэмэдж Аббеда, конечно, это портация. И как раз Boots of Travel дают тебе возможность быстрее передвигаться по карте, да, за счет как раз сниженного кулдауна и телепортации. Ну и скорость перемещения, конечно же. Цепили Пайлодай, Пайлодай должен теперь дезрапшен использовать. Спрячется в Гриммер. Дезраптит Снейкинга, но умирает сам. А в это время команда свою же часть карты. Они хотят поймать. Мне кажется, они понимают, где находится их оппонент. И не готовятся к выходу соперника здесь. Да, и делают парочку легких фрагов. Вот Шеклшот, цепили Титана убили. Надо делать больше фрагов. Уже сделали важный минус. В ГГ Шторн здесь Пайлодай дает свой стилус дракона. Пошел фокус фаер. Но МСС использует босс. А там Энви. Энви заходит прямо в резолюшен. Начинает убивать основного Арквардена. Тут запрыгивает и ставит магнетик филд. Энви не может бить в магнетик. Но рассыпается вся остальная команда. Аркварден тоже погибнет. Его добьет Аббет. Трипл килл в граунд. Он-то есть изолятор. Юниверс с деревом ломает достаточно быстро. Приходится Арквардену оккупаться. Отступит ли Фнатик после этого. На самом деле нет. Хайо позвали Юниверса. По крайней мере я так помню с этого момента. Возможно в компании с Охайо Фнатик похожим образом играли. Но на моей памяти именно с этого момента. Энви начал играть на всяких разорах с юлами. На венке, на тропках. С пайпами. На героях, которые являются такими вроде бы ик-персонажами. Но при этом являются персонажами поддержки. И весь фарм, все внимание уходит именно на Аббет. Так, сейчас будет стычка. Залетает Некропос. Сразу минусует Шадоу Демона. Но там выкуп моментальный. От пятой позиции команда Фнатик. Юниверс пытается бить Драгонайта. Тот уходит в Блокимбаре. Подцепить нечем МСС. Заходит на возвышенность. Энви пробивает с иллюзиями. Убивает МСС. Выкуп также от Кристалл Вейда. Но залетает Явар. Дальше в пину. Тут же Диджей. Подцепил Арквардена. Арквардена убивает основного. Энви дерется. У него есть Сандер. Он меняется КП с Яваром. Явар дальше пробивает Энви. Но у Энви есть Пайлайдай на подсейве. Может где-то спрятать Джекимаун и с Рапшем. Если что, там Аббет расправляется уже с остальными персонажами. Кого? В Аббет. В Аббет? Ну, наверное, он, кстати, попытается как-то подцепить либо Явар, либо МСС. Ну да, лучше Явара, потому что... Удобно, когда у тебя есть Сапр с Транкилл-танками. Ты просто в него можешь как бы Сандер использовать. Он-то за счет Транкилла тригенится быстро. Ну, вот Энви стоит сзади, ждет, пока кто-то покажется. Нет, выкупал Арквардена, видишь. Ну да, да, у Арквардена, конечно, далеко бы все это завязали. Бараки, бараки в центре точно. Полетел дракон. Джюнифер с его выбрасывает. Воу, Сандер пошел. Ну и все. Энви практически фуловый. Начинает атаковать рейнжовый барак по миду. Он с ним быстро разбирается при помощи дизолятора, а это приключается на топ-линию, а создает свои скиллы, работает рефлекшн, и все, это мега-крипы. А Resolution вместе со Слэйкингом даже не думаю спаунится еще. Ну, там Рошан есть. Там и Рошан, и что там уж это у демона по аганиму, потому что, ну, потратил влога. И контролирует понемножечку бунтосики. Ну что, последний выход команды VGJ-шторм. Они понимают, что соперник наверняка пытается забрать Рошана. Ну, а Фнатик тоже понимает, что... Там на тени пошла атака. Юниверса заберут лить. Юниверс... Энви перекачал Юниверсу здоровье. Ну, Юниверсу все равно было убило здесь, потому что слишком много людей. Фнатик... Фнатик отдать Рошана сопернику. Может, опять Аббет будет залетать? Да, это не нужно. Просто могут себе Фнатик позволить такой авантюру. Анна, выкупается Юниверс. Не хотят вообще отдавать Рошана, потому что Рошан — это потенциальный шанс на затягивание игры для команды VGJ-шторм. Останели Юниверса, но там заходит Тарар Блейд, Витамар Фози. И остался один Еварх, которого... Ну, никто не спасет уже. Ну да. Решили Фнатик... Не сказать даже, что это было рискованно, но с Натик могли как сыграть? Просто отдать сопернику Рошана, почилить на базе 5 минут, подождать, пока Аегис исчезнет и, собственно, пойти потом с байкеками и все. Рискованно было бы без выкупа Тини туда лезть, например. Ну, да. Типа того. То есть у Натик, в принципе, ничего не теряли, если бы этого Рошана отдавали, но они решили на Куражей. Что мы сейчас ждем? Мы сейчас ждем корм персонажа, который будет стоять и отбиваться от Течис, ЦМ и ВК. Самое интересное, что у Течисов все-таки винрейт герой имеет не отрицательный. 50% получается, если у нас из двух игр на этом турнире сыгранных. Но это даже неплохо. Не стоит героя расценивать так, как только герой, которым он может порохлить. Забирает Этернал Энви с Бландой. После биджа откатилась снова. Могут попытаться за счет выигранного миды как-то в мидгейме действовать удачно. Неприятно, конечно, Трантом Андерлорда звонить, потому что у него, во-первых, Авард это вот на... Да, и... Очень много. Блейдов наловил. У него есть руна ускорения. Он может даже при желании там на базу быстро смотаться. К нему идет Курьер, видимо, с Регеном. А тут убивают Снекингом. Здесь уже добьют. И телепорт у него смот. Мы видим то, что на саммите команды его периодически стараются использовать. Ну, чем черт не шутит, может кто-то и на Интернешнл покажет. Я думаю, что точно покажет кто-то. Убивают Ивара, в центре. Очень сильное замедление здесь. Пайлайда еще ластхитит. Зачем-то просто пулить по КД здесь. Держать линию как-то поблизости. Снекинга, мы видим, тоже напрягает. Мы там краем глазу успели посмотреть, как он делал телепорт опять на лоу-хп и почти умер. И при этом он вернулся на линию. Опять продолжает фармить. Убили спектр. Патрикенится. Похоже на то. Но в это время Тинни там получают все больше и больше фарм. Какой-то быстрый даггер, шедо блейд, а Тинни можно будет бегать, убивать. Сейчас как раз с дизрапшем прыгает и масса. Суицидится. Так. Прост байт, рент протектор телепортируется. Не добили? Не добили. И рент протектор телепортируется. Дротик, но ни в кого не попадает. Если попал бы хотя бы в ЦМ-ку, четвертый рент протектор мог попытаться убить. Догнать. Там орбов веном есть. Личтит второй. Замедлили бы. Найт, там вообще вот стоять линию против Абина на Темпларке. Хотя Темпларка вроде бы должна выигрывать, это патчап. Крейзов, ты подрубаешь рефракшн, ты можешь стоять в крипах, прям впитывать. Все эти нюки, и они как бы по одному заряду рефракшн только у тебя отнимают, здоровье и не отнимают. Это удобно. Поймали Кристалмейден, летит Кинжал. Кинжал уносит дэмэдж, но сейчас полетит стан и они умрят. Но есть тики. Ну, Резолюшн, кстати, мог бы вызвать скелетов, задайвить, но чуть не стал. Мог догнать, мог убить. А тут в итоге, кстати, Резолюшн еще убьют. Слушай, вот дела. Разворачивался, чтобы бросить станд. Те часа не было рядом. Хороший тост от Юниверса. Хватит ли дэмэджа, чтобы убить Снэйкинга? Летит дерево и это враг. 5-2 с пользой снать. Пульту он уже успел активировать. Покойненько телепортировался на базу. Да, будет худ у Снэйкинга. Впоследствии Пайп, мы знаем, что... Андерлорд любит собирать ауру на команду. Всегда Пайп, возможно, грипсы. Хотя грипсы в последнее время из моды как-то выпали. Ну, слишком дорогой артиплан, по всей видимости. Ой-ой-ой, какая же тут подсолочка от Евара. Пошла плохо. Евар сделал... Ну, для ФНАТИК, конечно же, плохо. Пайлодай атакует. Кристалл Мейден, кажется. Хаут от Энви. Куда? В мид хаун. На Евара, чтобы добить. Ну, добил шуток мин до Энви. Шуток ещё, там пытались забрать СМ-ку. Ну, Энви погиб. Его забирает Резолюшн. Тут за Снэйкингом. Ну, всё равно это удачно реализованный ультимент, я считаю, за Энви. Потому что он убил вражеского мидера, очень сильного, очень раскачанного. Ой, не ту целью, универстосну. У нас чуть-чуть не получилось. Если бы ТОСНа Снэйкинг, то 100% убили. В итоге так убивают через Курдж, Диджи, лёгкие пленки. Ну, и плюс, ну, там экспрят, ну, нормально. 19 крипов, конечно. Конечно, в сравнении, например, с 87 сейчас. Вот, добил Евар. Опять нападает на одного из игроков на тег в топе, тренд протектор. Всё равно можно упустить. Там пытался... да, вот хаунд. На Евара. Угрозу для соперника. Ну и там, конечно же, ультимый. Талант у него не очень хороший, их можно проигнорировать на 10-15 уровне. Ну, на 15-м, конечно, хочется взять, но на 10-м можно проигнорировать. Попадает на тачи сове китраг для юниверса. Ещё и паунтером здесь обмен на четвёртую и на пятую позицию, скорее искусственная, потому что, ну, Диджи просто, видимо, играет, ну, Пайлодай, точнее, играет на тренд протекторе, и поэтому Диджи пришлось на шедую демон не исполнять. Подходит юниверс, даёт скиллы, тачи совбили, резолюшн. По-прежнему, с реинкарнацией убивать его особого смысла нет. Разве что как-то выбить эту реинкарнацию и убежать. Но Атик знает, что реинкарнацию-то выбить они, может быть, и смогут, но убежать после этого вряд ли. Вот даже вряд ли смогли бы выбить реинкарнацию, замедляет. Юниверс даёт Аваланш. Арморчик пошёл, но тут очень неудачный для юниверса хростбайт. Арморчик пошёл, но тут очень неудачный для юниверситета. Арморчик пошёл, но тут очень неудачный для юниверситета. К тому же, его видели. Да, и вабитонит ещё изолятор. Да, он начинает понимать, что пахнет жареным, просто убегает отсюда. Погода и подходит. Все мечи, как тебя будет, что демон прятать постоянно. Этот Радик будет против тебя работать не очень удачно. Курьера убили. Могут сейчас найти МСС. Да, находят. Пайлайда и прячется. Ну, может, вечно таким заниматься. А МСС нами на байдере? Помощь какая-то нужна, по-туде Диджей даёт скиллы. Сюда телепортируется Андерлорда, возможно, даже не один, поэтому лучше уйти по Элладаю. Ай. Хорош. Хорош. 6100. Я, вот, пытаюсь понять, что там мэнри фармит. Пытается вкупить Радик. Сейчас попытается Репмиму взорвать здесь Евар соперника. Ему удается, конечно, это сделать. Не 100% это пока что в нотки не хотят. Ждут. Радик. На спектре. Трейдится вышками. В боте убивают Андерлорда. Туда телепортируется Резолиз. Он пытается спасти своего тиммейта. Но слишком поздно становится. Приходит Резоль. Прорубает Боймайл. Здесь Дезрабшин. Позднали, потому что тут ещё один герой летит, но слишком долго. Соследил. Отошли оттуда уже Фнатик. А вышку не забрали в центре, правильно я понимаю? Нет. Её залечил уже Трэнд Протектор. Потихонечку подлечивает. Евар ждёт то, что Энви побежит на Шрайн. И хочет взорвать его. Может, кстати, получиться. Но Энви в итоге отправляется просто дальше фармить Селинию. Евар может попытаться туда выйти, но в самом центре. Должен быть Фростбайт. Ошибается здесь Аббат. Может быть, убьёт, кстати, СВИДЖИ. Переоценивался бы немножечко саппорт команды ВГД Шторм. Но похоже. Ай-яй-яй, ну какая ошибка. Ну, Аббата убьют, конечно. Но тут можно было чище сыграть. Ну, а пока что Фнатик как-то, знаешь, буксует. И вот Аббит. Так. Ливенгарморчик бы. Мина. Ха-ха-ха. Вот она. Вот она. Харморчику не хватает, конечно, в таких ситуациях. Может, что они там делали, казалось бы, не ясно. Туда приходят люди. Они там какие-то скиллы кидают, каких-то саппортов убивают. Да, они как бы больше героев теряли. Но Террорблейд всё это время фармил. И, в конце концов, Фнатик вышли победителями. Как раз потому, что у Террорблейда появились свои артефакты. Ну, видишь, здесь, в отличие от предыдущей игры, ВГД Шторм, они за такую пассивность команды Фнатик, то, что они пытаются создавать пространство для Спектра, они их наказывают. Они забирают вышки. Забрали Т2. Причём это уже вторая Т2 на карте, которой лишились Фнатик. При том, что у них есть Тренд Протектор. А это не очень приятно. Забирает Диджея. Да, отсюда уходит Андерлорд. Теряет реинкарнацию Резолюшн, но считаю, что у него левел 16, она должна... И взрывается Юнивер через каунт. Пытается забрать здесь Снэйкинга. Снэйкинг в таберне. Евар дерётся. Минус Юниверс здесь 100%. Также удалось забрать ещё и Кристалл Мэйдан. Энви с полным запасом здоровья. БКП. Изоляция есть у Абада. Мины. Очень много мин. И... Взрывается. На Энви переключились. Да, Энви ещё раз. Прошёлся по мини. Нет... А есть Спектрл Даггер у него. Энви уходит в деревья. А Резолюшн? Нет, ну ты. Он тебя переоценил. Ну в Зине. Там... Очень много ресурсов потратили на Андерлорда. И... Вроде всё было плюс-минус нормально. Но... Где-то ошибся Резолюшн. Где-то там не дорейзил Евар. И выживает Спектр. Выживает... Ташка. Умирает. Фрейс Кинг. Пытается забрать сейчас Течиса. Течис Юлит. Темпларку. Но здесь есть ультимейт от Тренд Протектора. Срабатывает. Кстати, Страп. Делает депаут. Темпларка. И, конечно же, помешать ей телепортироваться Евару в состоянии. У него нет артефактов, способных сбить телепортацию. Да. Ни Юла. Ничего такого. Неварыша получает корни. Но сразу юзает Манту. Минус Кристалл Мейден делает Юниверс. Сзади. Его там найдут. Его, скорее всего, убьют. Хотя у него... Блин, ему 27 сейчас. Может, чуть попроще было бы спастись, но... Блэйд. Чуть-чуть не хватило. Трапа. На мин байтит Евар соперника. Здесь Юлит. Бластов, возможно, будет сейчас. Армит немножечко переотмел свои силы и... Ну, Энви промахнулся кинжалом. Он не попал. Дэмэдж кинжал не нанес, не замедлил. Соответственно, Евар спасся. Хаунд. Это на СФ. Да, на Евар. Но там... Сначала Тренда убили. Так, Шедо и Демона забрали. Мейдор еще очень полезен, когда... Быстро протекает игра и... Кстати, может длиться вечно. Мы уже говорили, где-то полчаса назад, что... Быстро она вряд ли не... Ну, вряд ли будет. Ну, тут как раз течис дофармил Аганим и... Похоже, похоже, что да. Игра действительно будет очень долго. Там собрали Шедо Демона. Ворвался. Резолюшн сделал быструю практику. Там я смотрел на него талант, он статы вкачал. Пайло Эдай. Пыгнул двенка прямо в деревья. Там есть гем. Это очень опасно. Да, все верно. И просветочку также пошел. Хаунд может быть тогда, если тут такая война начинается. Ну, у Рошана забирается... Тайер, но Явар. Написано. Снэчит. Аегис Энви влетел. Его пробивает Явар. Снэйкин также бьет его топором. Прямо... Не стал рисковать. Там же по-прежнему гем должен быть у кого-то и там... У Вандерлорда, наверное. По-прежнему гем нападает на Спектру. Спектра доджит стан мантой. Хаунд. Ну, тут особо, конечно, не покривляешься. Все опять игроков... А, на ЦМку. На ЦМку улетел. Энви. Хорошо. Я думал то, что и ЦМку тоже тут где-то поблизости. Да, ну и СВГ поймали. СВГ дает Новый год. Но ПЛА Дай сразу хор не использует. Правда, тут Явар пришел, его убили. СВГ тоже потеряли из-за Демоник Пуржа. Яда, который постакал Шадоу Демон. Брейк висит на Шадоу Демоне. Диджей спрятал Явара. И взрывается. Вот так. Забавно. И сейчас, конечно, бесит, наверное, команду Фнатик. Да бесит не то слово. Против Течиса очень тяжело играть, когда он свои артефакты приобретает. Особенно против грамотного Течиса. Который... Пределы фантазии которого не ограничиваются минированием там Секрет Шопа какого-нибудь и все. Во все карте меня расставляют. Хороший тост. Там кинули нулифайр походу, но успевал Явар прожать БКБ. Сатаник. 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 Сатаник на хиграунд удалось пока что убить Фрейс Кинга и Течиса. Может быть еще и Снэйк. За Снэйкингом погоня его Юниверс выбрасывает на крипов. И этот магист, конечно, может замедлить убийство. Это очень важный фраг, потому что сейчас отберут гем у андерлорда и пройдут по центру. Возможно даже с этим... По-моему на базе дроп. Один гем у Шэдоу Финн, точнее не у Шэдоу Финн, но у Шэдоу Финн. Да-да-да, значит я ошибся. Два гема нет смысла таскать. Выкупаются Штормы, будут дефать сейчас Рошана. Пытаться, по крайней мере, да? Врывается Брэйс Кинг. Под Блэйг Мэл очень много дэмэджа начинает наносить Диджи. Диджи успевает спрятаться. Подходит Евар. Евар начинает кастовать рейзы. Диджи отправляется в таверну. Адек успевает отблинкнуться за счет рефракшена. Юниверс косает оппонента прямо на хиграунд. Сатаник врубает Евар. Ну и по Юниверсу проводит атаку. Юниверс БКБ пытается уйти, но там физический урон залетает. Рошана за дефля. Даблкил для Евара. Выкупается Тинни, но по-моему зря это сделал Юниверс. У Энви дискаун. Ой, как халяк каплика. Евар забирает. Да, и Егис, Энви летает на хаунте. Но остается один, его видят. Энви взрывается. МСС забирает фрак за Энви. Ну, честно говоря, это было спорным решением. Наверное, Юниверсу пришлось бы выкупаться. Я так и нет. И... Кстати, любопытно то, что самым сильным героем у Фнатик сейчас вот конкретно в этой ситуации при защите хайграунда является Шадоу Демона. Шадоу Демона нет. В теорице Шадоу Демона можно было бы создавать иллюзии и убивать соперника на безопасном расстоянии. Но сейчас приходится отдавать оппоненту не лишний барак, по крайней мере потенцию. По центру очень быстро убивают Снейкинга. Снейкинг отправляется в таверну. Тренд протектор ультует. Резолюшн обузит Армалет. Не теряет первую жизнь. Сразу же минус тренд протектор. Потом поймали еще и Абеда. Абеда тоже могут убить. Он прожимает БКБ. Прячется в мэл. Его не видят. Рейзом промазал. Абед рефракшн и просто уходит. С Хьюрикин Пайка. Да, тут всех просто сожгли. Радиком, если удастся еще. А у Резолюшна ведь нет выкупа. Он использует Шард для того, чтобы получить реинкарнацию дополнительную. Там, по-моему, ему еще и Сыр передали. Да, там есть у Резоля Сыр, Евар. Дерется с Энви. Но Энви очень больно. Нет манта, чтобы заиведить стан. Евар идет дальше за Спектрой. Но Абед разбирается с Еваром. И это минус СФ. Минус вторая жизнь в Рейс Кинге. Да, в Рейс Кинге. Рейс Кинг погиб. У него нет выкупа. И Евар погибает. 100 секунд нет Шаду Финда. Ладно. Да и бокс там все равно на нее не наступит. Никто в Натик выкупает. База не променирована. А Рейс Кинг не может выкупиться. Знает об этом в Натик. Если сейчас получится каким-то образом быстро забрать СФ. Например, залетит Юниверс и бросит его на свою команду. То тогда будут очень большие проблемы. Сейчас и так очень большие проблемы. У Кэджи что? Но Трон они не успеют убить. Им надо вторую сторону ломать. Там через 10 секунд уже течис заскал. И Рейс Кинг вот-вот тоже появится. Поэтому два лайна забрать и отступить. Фит оф Манес по троим. Юниверс выбрасывает Андерлорда на команду. Тот получает ноли фаер. Очень быстро его сгрызает. Абит вместе с Энви на пару. Минус. Андерлорд его не будет. Явар прожимает Блокимбар. Пошел его бить Энви. Раскастовывает ультимейт Явар. Ультимейт также кастует СФ. ЦМку нужно убить. Забрали. Дальше Абит пошел на Явара. Явар потерял где-то половину здоровья. Но Абит оказывается встаня и погибает. И дальше на Пайлайдай атака. Минус тренд протектор. Но в ту сторону-то вторую забрали. Фнатик. Да, и байбек у Темпларки имеется. Ты говорил там что-то про рапиру. Абит хотел наглеить Шэдоу Финд. Учитывая, что у него нет байбека. Хекс появляется у Темпларки. Отказался Абит от покупки рапиры. Купил себе немножко другой. Итем действительно очень полезный. Здесь мины. Просто залетел на ЦМку. И Тинни залетел на ЦМку. Убил ее. ЦМка тоже очень важна. На приятные скиллы. Использует каунт. Ну похоже сейчас. Он поймал двоих персонажей. Залетает в Юниверс БКБ. Начинает разбираться с Шэдоу Финдом. Андерлорд не успевает увести. Когда такая драка начинается, ты не можешь брейк кинуть на Спектру. Потому что очень хаотичная драка. А если ты не кидаешь брейк на Спектру, у которой 2 600 жизней и 25 уровень, то нет. Очень серьезно тоже пробивает с руки на самом деле. Тут досвидули уже все. Там было сразу понятно, когда полетели скиллы и ВГЖ Шторм в такой позиции оказались, там можно было просто в 4 нажимать. Да, нужно было больше. Ну, типа тут никак. Тут никак. Когда вот в такой драке ты не можешь Спектре дать брейк, она впитывает весь дэмэдж, отдает часть его обратно. Огромную часть его отдает обратно. Потому что дан 25 уровень персия улучшенная. Ну и ты сам себя убивает просто. Просто, ты видел вообще, что произошло? Аааааааааааааааааааа... Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...